В первый день Нового года на большой экран вышли сразу две кинопремьеры, обе с историей. Это продолжение самой кассовой отечественной комедии «Холоп» и современная киноверсия любимого советского мультфильма «Бременские музыканты». Старые песни о главном актуальны и спустя полвека. Знакомые с детства хиты и премьерные мелодии снова напомнили нам о любви, дружбе и доброте. И все это на фоне великолепных пейзажей Подмосковья и Кавказа. Самая легендарная группа бродячих артистов должна рассмешить принцессу и раскрыть преступные схемы разбойников. У бременских музыкантов отличные стартовые позиции. Сценарий, основанный на культовой сказке, увлеченный режиссер, яркие актеры и легендарные песни. Вот эта песня их очень мне понравилась. Какая? Мы свое призвание не забудем, смех, радость мы приносим людям. Да, дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Очень добрый фильм. Мы сегодня побывали в кинотеатре, посмотрели фильм «Бременские музыканты». Нам фильм очень понравился, он такой душевный, семейный. Советуем всем сходить. Фильм и мультик, но что-то из мультика тоже есть. Мне понравилось. Сразу с детства вспоминается. Прямо я бы своим знакомым и все молодежи нашей рекомендовал бы все эмоции сердечные. Очень прям хорошо. И актеры тоже, кстати, классно сыграли. Прямо на современный лад. И вот эти животные прям очень интересно сделали. Что прям, ну, не переодетые, а прям настоящие. Очень хорошо. И злодеи тоже классно сыграны. Вот эта злодейка тоже молодец прям. И король тоже прикольно получился. Ну, прям молодцы. Все гармонично и классно. Не менее ярким станет и продолжение комедии «Холоп». Больше персонажей, больше юмора, масса трюков. Изменится и масштаб исправительной деревни. Теперь это и дворцы, и балы, и полноценные баталии с участием самого Наполеона. Фильму очень понравился. Очень интересный. Очень милая история любви. В то же время с каким-то смыслом. Про исправление. Это фильм про семью, про любовь. Ну, и, конечно же, фирменный юмор. Он на высшем уровне. Актеры справились на все 100%. Костюмы. Это вообще. И Наполеон очень понравился. Фильм просто потрясающий. То есть бывает, когда продолжение фильмов какие-то никакие, неинтересные. А этот даже ярче предыдущего. То есть просто фантастика. Две киноленты, созданные при поддержке телеканала «Россия», уже вступили в борьбу за лидерство в новогоднем прокате. Но на какой бы фильм вы не решили пойти, вас ждут яркие эмоции и хорошее настроение. Светлана Познякова, Святослав Петров, Вести Чуваше. Светлана Познякова.